Ангарчанка потратила полтора миллиона рублей на покупку подержанного автомобиля из автосалона. Только после оплаты выяснилось, что машина не на ходу. Устранить проблему дилер отказался. В ситуации разбиралась Анастасия Москаленко. Ангарчанка Елена давно мечтала сменить машину. На одном из интернет-сайтов увидела объявление о продаже авто по очень выгодной цене. В несколько раз ниже рыночной. Подала заявку. Ответа долго ждать не пришлось. С женщиной тут же связался менеджер. Я у него спрашиваю, почему такая цена, рыночная стоимость таких автомобилей все равно выше. Он мне говорит, что это банковский конфискат. Вы тут не переживайте, потому что это люди не смогли платить автокредит. И банк изъял эти машины. Соответственно, цена такая маленькая. Елену пригласили в отдел продаж, где менеджер попросил подписать так называемое дополнительное соглашение, в котором было написано, в случае отказа от выбранного автомобиля, покупатель оплачивает неустойку в размере 50% от суммы. Я понимаю, что меня устраивает процентная ставка, устраивает автомобиль, цена 680 тысяч. Я совершенно спокойно, не думаю, что меня обманут, что это же магазин все-таки, а не рынок. Я подписываю данный договор. Елена рассказывает, после подписания дополнительного соглашения, ставка по кредитному договору резко выросла. По итогу цена автомобиля стала уже 1 миллион 700 тысяч рублей. Женщина отказалась заключать сделку. Менеджер предложила два способа решения проблемы – оплатить неустойку или выбрать другой автомобиль. Остановились на втором варианте. После долгой бумажной волокиты и 10 часов ожидания в салоне, она все же приобрела машину, но покупке радовалась недолго. Мы уходим, садимся, я сажусь в машину, уезжаем, я не знаю сколько километров, километр, 500 метров проехали, загорелись датчики в машине, аккумулятор и стояночный тормоз. Я не понимаю, что происходит, я встаю на аварийку, выключаю зажигание, включаю, эта проблема не уходит. Обороты двигателя непонятно, как работать, то есть я скорость даю, скорости нет, обороты 5 тысяч, она не едет, и мы просто встаем на светофоре. Возвращаться в Ангадск пришлось на эвакуаторе. В настоящий момент автомобиль стоит в гаражном боксе. Все попытки расторгнуть договор купли-продажи автосалон игнорирует. Ангарчанка Светлана Циценкова приобрела автомобиль в том же автосалоне. Истории двух женщин похожи, правда Светлане повезло чуть больше. Ее авто может ездить, однако не пользуется им уже больше года, пока идут судебные процессы. Что смутило, когда еще мы вроде еще ничего не покупали, он пошли, пригласил нас в кассу заплатить сумму. Я заплатила 50 тысяч. Не знаю, за что, мы еще не выбрали автомобиль. После того, как вы оплатили в кассе 50 тысяч рублей, какие действия дальнейшие? Ну вот я греб, я попросила ВИН-код, он сам проверил. Сказал, что никаких аварий не было, что хозяйка одна была с 2013 года. Автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска с небольшим пробегом. Менеджер автосалона уверял, что машина находится в исправном состоянии. Когда поехали в Ангарск, выехали с Иркутска, вот здесь на индикаторе загорелось, что стояночный тормоз. Я на телефон засняла, у меня даже осталась запись. Ну и все, мы остановились, перезвонили. Они там что-то трубку передавали друг другу. Потом говорят, что вот такая у него проблема. Что надо то-то, то-то сделать. Я уже дословно не помню. Но я их спрашиваю, почему я сейчас-то об этом узнаю. Почему там-то мне не было озвучено это. Ну вот, так получилось. Больше года Ангарчанка пытается расторгнуть договор купли-продажи через суд. Назначенные экспертизы и письменные претензии, так же, как и у Елены, не берутся во внимание. Тем временем оплачивать автокредит ей приходится строго по графику – по 40 тысяч рублей в месяц. Данный автомобиль владелица Светлана приобрела по цене чуть свыше полутора миллионов рублей через 8 лет. Цена данного автомобиля обойдется владелице свыше 4 миллионов. Одна из причин, почему покупатели идут на вторичный рынок – это низкая цена по сравнению с новыми машинами. И в большинстве случаев граждан не останавливают возможные проблемы, после которых чаще всего случаются финансовые потери. Необходимо в первую очередь обращаться и в правоохранительные органы. И также только в судебном порядке можно решить вопрос о расторжении сделки купли-продажи и возврате уплаченных вами денежных средств за товар. Как бы то ни было, стоит помнить – бесплатный сыр только в мышеловке. При покупке автомобиля на вторичном рынке требуется не только элементарная юридическая грамотность, но и технические знания, которые позволят проверить товар и принять взвешенное решение. Елена готовит обращение в суд. Решить вопрос мирным путем, по ее словам, автосалон отказался. Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин, Местное время.